В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» работники Слонимского райотдела МЧС совместно со Слонимской районной организацией Общества Красного Креста провели День безопасности в оздоровительном лагере ИСА. Для детей была организована насыщенная программа, в ходе которой мальчишки и девчонки не просто обучались правилам безопасности, но и принимали активное участие в различных конкурсах и викторинах. Председатель районной организации Общества Красного Креста Татьяна Нестерович продемонстрировала мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях, а присутствующие на манекенах попробовали практически закрепить полученное знание. «Если человек потерял сознание, мы подходим за вещи, спрашиваем, вы меня слышите? Если человек не моргает, становимся рядышком около пострадавшего, чтобы тело и руки находились на уровне пострадавшего». «Находим это место, так? И делаем вот так, руки прямо. 30 раз. Затем мы опрокидываем человека, закрываем носик, открываем ротик и делаем два глубоких вдоха. При этом смотрим, поднимается ли крутая клетка». Старший инспектор пропаганды райотдела МЧС Юрий Булыко рассказал о потенциальных опасностях, с которыми могут столкнуться дети во время летних каникул при посещении лесов, водоемов или просто гуляя на улице. «Ребята, с начала года в республике произошло свыше трех тысяч пожаров. На пожарах погибли свыше трехсот человек, почти что четыреста человек, и в том числе четыре маленьких ребенка. Чтобы этого не допустить, вы должны знать элементарные правила безопасности». «Ребята, спички детям брать можно?» «Молодцы! А зажигалки можно?» «Молодцы! А поджигать костры вам можно?» «А теперь поднимите руку, кому можно пользоваться газовой плитой?» «Вот, ребята. А кому из вас, кто поднял руку 12 лет? Вот кому 12 лет, тому можно пользоваться газовой плитой. Если вам нету 12 лет, пользоваться газовой плитой запрещено». «Малыши с интересом наблюдали, как на площадке пожарная лаборатория спасатели демонстрировали способы тушения пожаров подручными средствами». «Как потушить розетку?» «Одеяло накинуть». «Кинуть покрывало можно?» «Землей». «А можно потушить, вот у вас есть у всех цветочные горшки. Вы просто засыпаете землей, засыпаете землей и все, пожар потушен». Затем работники МЧС показали детям весь спектр выполняемых работ по ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций с использованием имеющегося на вооружении аварийно-спасательного оборудования. Бурю эмоций вызвала у детворы водная феерия, устроенная спасателями при помощи лафетного ствола и перфорированных рукавов, позволив участникам акции почувствовать свежесть в знойную июньскую жару. В завершении встречи организаторы акции вручили школьникам подарки и пожелали безопасно провести лето. Продолжение следует...